Валерий Седов 62 года назад первый в мире человек отправился в космос. Им стал наш соотечественник Юрий Гагарин. Об этом наверняка сегодня напишут все российские СМИ, но не все знают, что спустя 4 года в 65-м уже всемирно известный космонавт побывал в Рязани. Гагарин планировал, что приедет инкогнито, однако его сразу узнали и даже сняли на кинопленку. Мы нашли человека, который сегодня бережно хранит уникальный раритет. Известный фотохудожник Сергей Новиков спустя больше полувека включил оригинал на кинопроекторе. Специально для нашей съемочной группы. Определенная влажность должна быть, по идее. И температура, потому что она хрупкая. И если это будет очень тепло и жарко, она будет ломаться при работе с ней. Сначала разгоняем мотор, чтобы оборота набрал определенные. Отпускаем сцепление и включаем свет. Окна закрыты непроницаемыми шторами. Тишину в комнате нарушает только жужжание кинопроектора. Эту уже изрядно постаревшую пленку хранитель раритета, известный в Рязани фотограф Сергей Новиков, обычно достает раз в год, 12 апреля. На ней знаковое для нашего города событие. Приезд в Рязань Юрия Гагарина. В 65-м фотограф-любитель Николай Устюжанин снял космонавта по счастливой случайности. И теперь эта пленка – живая история. Как все кинолюбители, фотолюбители, куда идут делом? Кремы снимают. Когда покупают фотоаппарат или кинокамеру, или видеокамеру. Это первая мысль. Надо попробовать. А где? Кремы. И буквально случайно, он говорит, я издалека вижу, какая-то толпа идет. Непривычная. Потому что обычно там, в Кремле, у нас тишина и покой был. Потому что там не было храма, все было закрыто. И людей там особо сильно не было. И по выходным там люди еще гуляли, прогуливались. Он подошел поближе, узнал, видел, что это Гагарин. И все, что у него было в запасе, сколько там, ну 30 метров максимум, что у него было, все он отснял. Улыбчивый Юрий Гагарин с дочерью в окружении толпы идет под территорией Рязанского Кремля. Кто-то думает, что сказать такому знаменитому человеку. Кто-то просто смотрит, не веря своим глазам. Впрочем, понять, о чем говорят люди с легендарным космонавтом, невозможно. Из звуков только стрекот кинокамеры. Звуковые камеры были у американцев. Они могли писать на кинопленку, там была магнитная дорожка. И у американцев вот и были эти камеры. У нас не было такого. Кстати, даже сегодня мало кто знает об этом рязанском вояже легендарного космонавта. Хотя здесь, на улице Ломоносова, жил его брат Валентин. Именно к этому дому рязанцы каждый год несут цветы. Записи Гагарина около дома нет. Но это уже и не важно. Все равно любительская съемка Николая Устюжанина – настоящее киночудо. Приходил, кстати, сюда его сын. Он услышал, что пленка... Я показывал эту пленку людям, которые интересуются именем Гагарина. Мы с онлайн пообщались. Я говорю, если хочешь, найдешь место, куда ее отдать. Какой-то музей может кто-то заинтересует, какой-то архив заинтересуется. Пожалуйста, я пленку отдам и пусть она хранится где-то в более профессиональном месте, чем у меня здесь. У меня здесь все-таки условий хранения такого нет, как надо было бы, по идее. Ну, никто не заинтересовался. Сергей Новиков – в прошлом ученик Устюжанина. Ему мастер доверил хранение пленки. И теперь она – важная часть архива. И, кстати, фотограф готов показывать ее всем желающим. Только вот переживает, что после его ухода на пенсию пленку могут выкинуть за ненадобностью. Впрочем, помимо кадров с Гагариным, у нашего хранителя истории есть и другие исторические хроники. Праздник труда в Советской Рязани, съемки зорницы и даже приезд выдающегося ученого и конструктора Владимира Уткина. Вот так вот, Полина, вручную отравится история. Сегодня Сергей Новиков продолжает работать в муниципальном культурном центре. Он – главный хранитель памяти. Впрочем, это его хобби. Профессиональную же деятельность, фотографию, можно оценить прямо сейчас. В МКЦ открылась его персональная выставка «Отцы и дети» как главный посыл связи поколений. Полина Власова, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». А Рязанская область получит дополнительно 200 миллионов рублей на обустройство Кремлевского сквера. Об этом на заседании правительства заявил губернатор Павел Малков. Напомним, во время визита в Рязань премьер-министра России Михаила Мишустина он презентовал большой пешеходный маршрут, где как раз одной из ключевых точек стал Кремлевский сквер. Тогда от премьера Павел Малков получил устное одобрение на реконструкцию. И вот теперь это будет подкреплено финансово. Сквер у Рязанского Кремля – место для горожан знаковое и многими любимое. Сегодня он примыкает к главному музею области – Рязанскому историко-архитектурному музею-заповеднику. Раньше, уже больше века назад, здесь была часть соборной площади, на которой проводились праздничные парады и ярмарки. Так что это еще и часть исторической памяти. Поэтому вовсе не удивительно, что Павел Малков в презентации большого пешеходного маршрута председателю правительства России Михаилу Мишустину обозначил сквер как одну из ключевых точек, для обустройства которой помощь федерального центра очень бы пригодилась. Здесь важно, вот то, о чем я всегда говорю, комплексный подход. Если мы просто обратились, сказали, вот у нас здесь сквер, надо помочь, можно ли, вряд ли бы это нашло какой-то живой отклик в душе. А когда мы презентуем в целом проект по созданию большого пешеходного маршрута, который охватит все знаковые локации города Рязани, и говорим, что вот мы его реализуем, и здесь вот уже где-то привлечены федеральные средства, где-то мы делаем за свой счет, где-то бизнес неравнодушный помогает. Но мы готовы работать быстрее, двигаться быстрее, если нам помочь еще вот здесь, в этой части. В разрезе президентского проекта создания комфортной городской среды «Кремлевский сквер» Михаил Мишустин назвал «маленькой жемчужиной». Реакция на просьбу помочь у председателя правительства России, как известно, была мгновенной. Губернатор вовлечен, и когда он, в первую очередь, собирает обратные связи, которые тоже всегда говорят президент от людей, все получится. Все, что сможем, сделаем. Все поручения Адама и Антону Геронычу, я попрошу вас посмотреть, конечно. Все произошло очень оперативно, и уже спустя всего несколько дней. Устные обещания приобрели реальные финансовые очертания. Вчера буквально вечером стало известно, что уже подписано распоряжение правительства Российской Федерации выделения нашей области 200-200 миллионов рублей. Вот отмечаю, что в правительстве очень высокая оперативность в решении вопроса, то, к чему и нам надо стремиться. Но мы, соответственно, в этом году и «Кремлевский сквер» теперь придем в порядок уже в этом сезоне. Вообще мы получаем очень серьезную поддержку. Еще раз хочу отметить, что ни одно федеральное ведомство не остается в стране, если мы обращаемся с вопросом. Если есть подготовленные позиции, аргументированные варианты решения вопросов, нас слышат и по линии строительства, и по культуре, и по здравоохранению, по образованию, просвещению, по всем. Проектно-сметная документация, кстати, на сквер уже готова, поэтому к работам подрядчики приступят оперативно, с началом лета. Там же, на заседании правительства, Павел Молков обозначил еще одну тему, волнующую горожан. Речь идет об участке автодороги на Сережиной горе в микрорайоне Дашково-Песочня. Там и зимой, и летом прямо на трассу выплескивал свое содержимое канализационный коллектор. До того времени, пока мы не рассказали об этом казусе, в своем телеэфире. Вот это самое место на Сережиной горе в микрорайоне Дашково-Песочня, которое вызывало у автолюбителей явный дискомфорт. И зимой, и летом здесь стихийно прямо на дорогу тек ручей. Ну как ручей, порой даже маленькая речка. В мороз это все превращалось в лед, весной – широкий разлив. На это место мы обращали внимание в нашем телеэфире. И эту же тему на заседании правительства поднял губернатор Павел Молков. Но выяснилось, что забитый коллектор вообще ничейный. И все это время его никто не обслуживал. Участок канализации, видимо, самострой, никому не принадлежит. Провели обследование на прошлой же неделе. И с понедельника начинаем прием в муниципальную собственность. Да, в плохом состоянии. Будем обслуживать, приводить в порядок. Люди же не знают на балансе, не на балансе у кого. Им важно, чтобы все работало. Поэтому вот такие вещи выпускать ни в коем случае нельзя. Если канализация есть или какое-то другое сооружение, которым пользуются люди. Водопровод, дорога, еще что-то. Ну, значит, мы их должны обслуживать. Даже если они не на балансе, значит, надо их брать на баланс. Это, конечно, касается не только города Рязани, а всех муниципальных образований. А это уже сегодняшние кадры. Как мы видим, никакого намека на ручей. Все сухо и чисто. Так всегда и бывает, когда появляется новый хозяин. Дальнейшее содержание теперь зоны ответственности городского водоканала. В сети не утихает спор вокруг ситуации в Рязанской школе номер 75. Сегодня там не формируют параллель десятых классов. И это вызвало у местных жителей определенный резонанс. Более чем 60 ученикам предложено на выбор три альтернативных школы. В которых, кстати, ребят готовы принять хоть целыми классами. Подробности далее. После девятого класса большая часть учеников школы номер 75 отправится, что называется, в свободное плавание. Часть из них поступит в среднеспециальные учебные заведения. А вот почти 60 человек изъявили желание продолжить обучение в десятом классе. Однако уже в другой школе. По заявлению руководства, десятые классы в 75-й школе на 23-й и 24-й года формироваться не будут. О ситуации рассказали родителям на собрании. Альтернативы были предложены достаточно широкие. Мы на собрание пригласили директоров близлежащих школ, которые рассказали о своих школах, рассказали о преимуществах обучения в десятых классах именно в этих школах. И как бы родителям и детям было предложено выбрать те школы, близлежащие Дашку и Песочник, которые могли бы принять детей. На выбор три школы. 63-я, 67-я и 72-я. Последняя, кстати, с углубленным изучением отдельных предметов. У каждого учебного заведения свои преимущества. Как по удаленности от дома, так и по необходимым дисциплинам. Для получения образования в десятом классе дети должны предоставить аттестат за девятый класс. Родители должны написать заявление о том, что они хотят. И определиться с направлением, которое может предоставить наша школа. Такой алгоритм действует не только в 72-й школе. То же самое нужно сделать при переходе как в 63-ю, так и в 67-ю. Елена Щепотина заявила, что даже если все ученики выберут 72-ю школу для продолжения обучения, отказывать никому не будут. Места есть. Если все 63 ребенка и их родители примут решение обучаться в школе 72, то мы всех примем. Если родители и дети примут решение обучаться в одном классе, то они будут обучаться в одном классе. Альтернативы есть, говорят руководители школ. Об этом заявили и на собрании. Сейчас, например, при нормативе 1100 человек в школе обучается 2700 учащихся. Из-за этого дети уже учатся в две смены. Поэтому на собрании обсудили строительство новой школы в ДПР-7 и 7А. Участок за объектом уже закреплен. В настоящее время ведутся проектные работы. Есть вариант концессии. Спонсором ежедневной информационной программы «День города» является выставка продажа «Икра и рыба Камчатская». Вкусные свежие морепродукты к вашему столу. Все это можно приобрести у торгового центра «Премьер». Сотрудники Росгвардии провели мастер-класс для будущих кинологов. Занятия прошли для студентов ветеринарно-кинологического отделения Рязанского колледжа имени Героя Советского Союза Комарова. Подробности мастер-класса далее. Начнем с простого. Конечно, назвать поиск взрывчатки простым язык вряд ли повернется. Однако для этого люка уже достаточно натренирована. Так зовут бельгийскую овчарку. Вместе с инструктором кинологической службы команда показала мастер-класс. Гости – будущие кинологи. Студенты ветеринарно-кинологического отделения Рязанского колледжа имени Комарова. Татьяна Бирюкова, например, с детства мечтала помогать другим. Уже подросткам с профессией определилась четко. Решила стать кинологом. Мне очень понравился мастер-класс. Объяснили все очень доступно. Доступно для нас языком, для студентов кинологии. В общем-то, было очень интересно. Что самое главное, нам показали вообще работу собаки. Это, конечно, приоритет. В сегодняшнем вообще мероприятии. А рассказывали ребятам много. Например, о том, что подготовка служебной собаки – процесс долгий. Тренируются несколько лет в ежедневном формате. Чтобы в эти отведенные несколько минут на реальные задачи служебная собака продемонстрировала свой максимум. Служебная собака до сих пор остается актуальной в своей работе. Показывает всегда высокие результаты по поиску взрывчатых веществ. Потому что технологии еще не дошли до того момента, чтобы собаку заменить или упразднить ее. Уже в формате диалога ребята пообщались с кинологами. Самый популярный вопрос – как подготовить служебную собаку, чтобы та понимала и выполняла все команды. Говорят, пригодятся советы, когда сами придут на службу. Двое на одного. Предположительно, конфликт именно в такой пропорции произошел в городском парке Новомичуринска. Окончание его оказалось криминальным. Эта видеозапись датирована еще 11 апреля. Предположительно, на нее попал итог конфликта между несовершеннолетними. А вот причины его следователям только предстоит узнать. Пока что в ведомстве рассказали, что в центральном парке Новомичуринска произошел конфликт между несовершеннолетними. Один из подростков воспользовался железным аргументом. Подозреваемый нанес двум подросткам 14 и 16 лет ножевые удары. Одному в область спины, второму в область брюшной полости. Потерпевшие госпитализированы в медицинское учреждение, где им оказывается необходима медицинская помощь. По словам главного врача Новомичуринской МРБ, состояние подростков оценивается как стабильное, средней тяжести. В отношении подозреваемого, 16-летнего парня, возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Сейчас его доставили в Михайловский межрайонный следственный отдел для проведения процессуальных действий. Вопрос об избрании меры пресечения еще не решен. Запас витаминов и минералов в период наступления весны полезен любому человеку. И те питательные вещества, которых многим не хватает, содержатся в морской рыбе. Особенно это актуально для тех, кто держит пост. Но и тем, кто не постился к празднику Пасхи, за радость полакомиться дарами океана. Рязанцам в этом году повезло. В городе всю неделю работает выставка продажи «Икра и рыба Камчатская». Чарующий аромат и богатый ассортимент камчатского улова. Сегодня в Рязани можно приобрести рыбу прямо из краев вулканов. Выставка продажи «Икра и рыба Камчатская» расположена у торгового центра «Премьер». Витамины и микроэлементы весной для организма жизненно важны. В морской рыбе их в избытке. На прилавках белорыбица, нерка и гордость продаж самый крупный вид тихоокеанских лососей – чавыча. Я купила икру, купила чавычи слабосоленые. Я всегда хожу на эту выставку. Очень вкусные, нравятся. Хожу уже постоянно. Берла рыбицу. Мне очень понравилось, поэтому я за ней пришла. Ну, конечно, брала. Брала еще чавычу. Тоже очень вкусная. Все вкусные рыбы. Также на выставке продажи «Икра и рыба Камчатской» есть и другой камчатский деликатес. Это икра. Состав натуральный, как уверяют продавцы, только соль и сама икра. Она богата витаминами А, Д, Е, а также белками, фосфором, кальцием и полиненасыщенными жирными кислотами. Икру в баночках брать – это неизвестно что. Поэтому здесь хоть она открытая, между прочим, они все дают на пробу. Буквально все. Буквила белорыбицу и чавыча бабушку очень захотела. Я вообще люблю красную. А этот заказ был для бабушки. Нормальная, хорошая. Любую ем. И в холодном копчении горячего покупаю. До главного праздника православного мира – Пасхи – остались считанные дни. Порадовать близких вкуснейшим угощением в праздничные дни хочется каждому. И украсить стол красной рыбой или икрой – прекрасная идея. Особенно, если это продукты высокого качества и непревзойденного вкуса. Успеть приобрести и попробовать свежие, вкусные, любимые рыбные телекатесы можно у торгового центра «Премьер» рядом с центральным входом до 16 апреля. Выставка продажа «Икра и рыба камчатская» ждет вас. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте – город62.tv. И в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Встречай Пасху с дальневосточными деликатесами. Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбеца. С 10 по 16 апреля. ТЦ «Премьер». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова